Он связан с недавним вызовом посла России в МИД Ирана в связи с поддержкой официальной Москвы из Ангизурского коридора. Как вы прокомментируете недовольство Ирана по поводу поддержки России этого проекта? Вы знаете, я, честно говоря, не могу сказать, что это было так, потому что я видела заявления, которые атрибутированы Министерством иностранных дел Ирана о том, что речь шла о беседе, о приглашении. Видела также, что в СМИ были другие, другая была интерпретация, но вот я опираюсь на официальную. Я видела и заявления иранских депутатов, которые выступили с критикой позиции России по, как вы сказали, так называемому ангизурскому вопросу, коридору. Что я могу сказать? Реакция иранской стороны. Мы находимся с партнерами в контакте, причем это постоянный контакт. Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Мы исходим с того, что изложенная нами аргументация была в Тегеране услышана и воспринята. Ясно, что антироссийскую информационную кампанию инспирировали определенные круги, которые используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношение расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном. Делают они это, очевидно, те, кто стоят за подобными провокациями, не без подсказки в интересах Запада, потому что от подобного развития событий, от подобных волн, от подобных информационных кампаний выигрывают только западники. Интенсивные политические контакты и сверка подходов по интересующим обе стороны вопросам продолжаются на самых различных уровнях. А курс на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем приоритетным направлениям был, в частности, подтвержден в поздравительном послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова, недавно назначенному иранскому коллеге министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчия. Он также получил приглашение посетить нашу страну. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok